Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня я подобрала для вас, пожалуй, самую изысканную, самую обильно цветущую группу роз, группа Флорибунда. Если оглянуться немножко в историю, как они были получены, то они получены в результате многократных и очень сложных межвидовых, межгрупповых скрещиваний. Изначально были взяты миниатюрные палеантовые розы, их скрестили с чайно-гибридными розами и получили более яркие цветки, более выраженные и более длительные по своей сохранности и продолжительности цветения. Затем в параллели другие селекционеры розоводы взяли палеантовые розы, скрестили с чайно-гибридными и получили очень крупноцветковые сорта. Потом там еще кого-то понаблюдали, многократные скрещивания с мускусными розами и было замечено, что появилось очень много сортов, но при этом между собой они были все схожи по своим биологическим качествам, по морфологическим, то есть строение, цветение, период цветения, отношение к заморозкам и так далее. И тогда решили их объединить вот в такую группу флорибунда. Если говорить одним словом, то она переводится как щедро цветущая. В самом деле она одновременно несет признаки и чайно-гибридных роз. Конечно, уступает по изяществу цветка чайно-гибридной розы, но при этом она и в большой доле приняла к себе в свои гены очень многое качество палеантовых роз. Палеантовые розы, как вы понимаете, это очень обильно цветущие, это, пожалуй, самая обильно цветущая группа с многочисленными цветками. И получается так, что на одной ветке, на одном цветоносе, в отличие от чайно-гибридных роз, не один цветок побег заканчивается, а целым букетом. При этом чайно-гибридные розы оказались более устойчивыми к заморозкам. Это раз. Во-вторых, очень много роз выращивают в условиях, где климат влажный. И тогда они страдают различными грибковыми болезнями. Так вот, они оказались, эта группа, очень устойчива во влажном климате, что тоже немаловажно. Особенно, когда затяжные периоды дождей. Розы группы флорибунда, как правило, наследовали и высоту кустов. То есть, высота совершенно разная на любой вкус. От 40 сантиметров до 1,5 метров такого высота. Кусты бывают мощные, хорошо облиственные, густо облиственные. Ну и несут в себе такое огромное количество цветков самой разнообразной окраски и разной степени махровости. Это то, что касается таких внешних качеств, внешних проявлений. То, что эти розы используются очень широко, как в озеленении промышленном. То есть, для создания каких-то групп. Низкорослые розы группы флорибунда используются для бордюров, хорошо себя очень чувствуют и устойчивые. В частном любительском розоводстве, назовем так, они тоже очень выигрышно смотрятся. Благодаря вот этому своему многообразию и, как я уже говорила выше, морозостойкости, устойчивости к грибным поражениям и устойчивости к колебаниям температуры в течение сезона. Они также хорошо черенкуются и размножаются как черенкованием, так и окулировкой. Как-то я в этом в прошлом году вам рассказывала и показывала, как это производится. Ничего сложного в этом нет. Раз 100 проделал, ты уже специалист. Агротехника. Переходим к такому моменту, как агротехника. Агротехника предполагает, что мы, как и в принципе для других групп роз и как для чайно-гибридных, должны выбрать, подумать место. Тоже сильно задержаться не буду, потому что об этом я рассказывала. Значит, место должно быть достаточно солнечно-освещенное. Раз, оно не должно быть подвержено таким нещадным ветрам. Это два. Не должно быть застоя влаги. Должна быть достаточно плодородная почва, хорошо культуренная, на глубину 50-70 см в зависимости от возраста куста и сорта. И также мы должны подумать о том, какой сорт мы приобрели, какой силы роста и где мы его посадим, чтобы он хорошо располагался на нашем участке. Естественно, что идет весна и станет вопрос разокучивания и обрезки. Потому что все-таки в умеренной зоне розы группы Флорибунда требуют обрезки и укрытия. Укрытие мы снимаем после того, когда понимаем, что уже сильные заморозки минули и можно розы раскрывать. Потому что если мы не уберем укрытие, то происходит выпаривание кустов. Разокучиваем немножко попозже. Разокучили. После того, как мы разокучили, мы смотрим, что сохранилось с прошлого года. После нашей, может быть, у кого-то была осенняя обрезка. И здесь всегда рука не поднимается. Кажется, ой, столько веток. Так мне хочется обрезать и так страшно. Они же будут цвести. Но не бойтесь. Потому что всякая обрезка, если она проделана правильно, она идет направлена на то, чтобы как можно лучше происходило гущение. Но не загущение. И вследствие этого как можно более пышное цветение радовал наш глаз в течение всего сезона. Забыла вам сказать, что розы группы флорибунда, в отличие от чайно-гибридных роз, отличаются еще тем, что они цветут не волнами, а непрерывно. Начиная с июня месяца и до самых заморозков. Это вот такое замечательное преимущество роз флорибунда. Обрезали. Обрезали так, что побеги прошлого года мы обрезаем над уровнем почвы на 3-5 почек. В зависимости от силы побега, который сохранился. Если он не очень сильный, но все-таки он благодаря нашим стараниям сохранился, то можно и оставить 7 почек. Если побег тоненький или эти побеги немногочисленные у молодого кустика. Побеги 1-2 порядка в процессе роста у роз флорибунда гораздо активнее нарастают, чем у чайно-гибридных. И они более мощные. И поэтому в весенний период, как бы там мы не хотели, нам придется эти побеги тоже немножко укоротить. Мы укорачиваем побеги 1-2 порядка на 1 почку. С тем, чтобы цветение порадовало нас в текущем сезоне. И мы наслаждались им. Если роза ваша выращена в результате прививки, то есть на подвое, то тогда в течение сезона мы должны смотреть, как растет поросль. Если поросль появилась, даже не говорим о том, что много или мало, если поросль появилась, то мы ее не просто обрезаем на пенек над уровнем почвы. Мы должны немножко разокучить землю и обрезать как можно ниже у самого основания корневой шейки вот этот наш дикий шиповник. Потому что шиповник в любом случае будет истощать сам куст сортовой. Если мы обрежем выше, то получится так, что оттуда пойдет просто пучок дикой поросли и это еще больше будет истощать. Поэтому не забывайте, что мы обрезаем до основания. Точно так же мы поступаем до основания. Либо это будет весной, кто не успел осенью, либо в осенний период перед тем, как мы будем розы готовить к зиме. Обрезка побегов тех, которые старше 2-х лет, не жалейте. Побеги старше 2-х лет мы удаляем абсолютно до основания, для того, чтобы росли новые побеги. Побеги возобновления, которые будут появляться у основания каждого этого побега, внутри почвы будут образовываться корешки. И тем самым мы будем укреплять сам куст, само растение. Чем лучше корневая система, тем долговечнее куст, тем лучше поступают питательные вещества. И естественно, тем лучше цветение, чего мы и хотим увидеть у любых роз любой группы. Это то, что касается обрезки. Что мы будем делать с кормежкой? Как мы их будем кормить в течение сезона розы группы флорибунда? После того, как мы произвели обрезку, почки еще не распустились, но мы уже подкормим каким-либо азотным одобрением. Это может быть мячная селитра, сульфат, аммония. Мы берем 20-30 грамм, если это в сухом виде, и распределяем на почве. Естественно, заделываем почву, прорыхливаем. Перед этим почва должна быть влажной. Как правило, в этот период почва еще все-таки влажная. Заделали. Отступаем от корневой шейки, чтобы там, во-первых, и не нарушить, возможно, сформировавшиеся почки. И чтобы не произошло их ожога. И распределили, прорыхлили, можно пролить. После весенней обрезки, накануне подкормки, либо спустя какое-то время после подкормки, следует обработать кусты медным купоросом. Ну, это как обычно, 100 грамм на 10 литров воды обрабатываем для профилактики каких-либо заболеваний. Прошло две недели. Листики уже распустились. Трогается роза наша в рост. И мы должны подкормить комплексным удобрением. Ну, тратить время называть марки удобрений я не буду, потому что их сейчас огромный выбор. Любое комплексное удобрение можете по частям, можете купить, шикануть именно для роз. Большой радости от этого не будет. Но, как бы, упрощайте себе процесс смешания, смешения других удобрений, компонентов их. Затем, весенний период, надо еще помнить о том, что очень долго не отпускают нас ночные заморские. Поэтому не повредит, а даже и поможет, и закалит розы, иммунитет повысит, обработка эпином. Не надо дожидаться, когда мороз уже повлияет. Лучше это сделать накануне предполагаемых заморозков. Затем мы будем подкармливать уже тогда, когда начнется бутонизация роз. В этой стадии бутонизации мы подкармливаем желательно органикой. Это может быть и коровяк, и куриный помет. Есть готовые формы, которые не имеют запаха. Эти гранулы можно заделать в почву. Если вы хотите по старинке и нравится сам процесс бурления, брожения, то, конечно, мы потом эту нашу бражку размешиваем. Коровяк 1,10. Куриный 1,20 и поливаем в наши кусты. Можно добавлять в процессе и минеральные удобрения. Это будет только на пользу. Вообще, чередование минеральных, органических удобрений для роз. Это очень хорошо. Розы любят такие комбинации. И очень любят органику. Поэтому постарайтесь обеспечить их органическими удобрениями. Натуральными, естественным брожением. Часто бывают дождливые периоды или периоды похолодания. В эти периоды хорошо смешать такие препараты, как цирконцепина. Согласно инструкции. Воедино их смешать. Приготовленный раствор. И опрыскать по листве. Это будет также способствовать укреплению иммунитета. И устранению нежелательных явлений различных грибковых поражений. И к осени. Что мы сделаем с группой флорибунда? В принципе, то же самое, что и с другими розами. То есть мы последнюю подкормку азотными удобрениями прекращаем летом. И в начале сентября мы делаем фосфор-калийную подкормку. Все. Этим самым мы будем помогать розе подготовиться к зиме. Значит, побеги будут лучше вызревать. Корни будут лучше укрепляться в почве, запасаться, отревеснивать, кто не отревеснил. Ну и так далее. И снова придется приступать к обрезке. Здесь уже вы смотрите, насколько ваш куст развился за сезон. И какая обрезка ему требуется. Если побеги очень длинные, то обрежьте на такую величину. Если вот очень жалко обрезать, но побеги бывают разного размера, у разных сортов. Бывает и полтора метра, как я говорила. То обрежьте на ту величину, которая позволит вам потом укрыть этот куст. Вырежьте все побеги, которые растут внутрь. Вырежьте старые, как я уже говорила, побеги. Ну и потом уже по мере наступления заморозков вы будете окучивать, а затем и укрывать тоже традиционными методами. Это то, что касается подкормки и обрезки. Подкормок, какие бы они ни были, органические, минеральные, за весь сезон придется для того, чтобы наслаждаться в самом деле красотой вашего приобретенного куста, придется произвести 6-7. То есть вы смотрите и чередуете органику с минеральными удобрениями. Ну и перейдем теперь к сортам этой группы, какие бы я вам порекомендовала. Сначала я сделаю тайну, просто назову эти сорта, а потом расскажу, почему именно они. Вот, например, сорт айсберг. Сорт айсберг, он белой окраски, цветочки. Но когда наступают похолодания, такие там 10-8 градусов, то у основания или по краю лепестков появляется разной степени розоватый лиловый оттенок. Такая реакция на холод. Высотой он порядка 60 сантиметров. Выше, может быть, у кого-то и будет при хорошем уходе, но в принципе 60 сантиметров. Сорт зимостойкий, хорошо облиственный, отличается здоровьем. Листья ярко-зеленые, побеги в молодом возрасте антоцианово окрашенные, но это нормальное явление. Сорт с красивым названием Зальцбург. Сорт имеет очень интересную окраску. Она оранжево-лососевая, в некоторых местах она желтизной и получается такой переливчатый. Когда цветет весь куст, переливчатая волна вот этих вот переходных тонов одного цвета. Кусты мощные, метр-полтора. Очень густые, крепкие и отличаются зимостойкостью. Куст со цветением махровый у этого сорта и с достаточным ароматом. То есть можно насладиться еще, кроме красоты, ароматом. Следующий сорт, который я хотела бы вам предложить, это сорт Лихтерлоу. Лихтерлоу сорт полумахровый, яркого цвета, кричащего прямо. Он такой кроваво-красного цвета. Высота этого сорта 60-70 сантиметров. Со слабым ароматом. Очень зимостойкий и устойчив к болезням. Другой сорт, окраска его будет, называется он Сентенер де Лурд. Окраска этого сорта нежно-розовая. Цветки крупные, густомахровые. Розовые с более нежным оттенком в серединке. Сорт мощного роста, метр высотой. Тоже очень зимостойк и устойчив к грибным поражениям. Листья здоровые, стебли крепкие, прямо стоячие. То есть одно заглядение. Ну и напоследок еще один сорт другой окраски. Он называется Цикламин. И соответственно он примерно такой окраски, можно сказать, цикламиного розовая. Назвать его окраску. Высота его тоже порядка метра. Цветки полмахровые. И в серединке они раскрываются в процессе вызревания. Раскрываются практически вот как блюдца становится. И серединка у них с белым пятном. Сорт также отличается морозостойкостью и устойчивостью к различным заболеваниям. Вот перечисленные мной сорта. Раскрываю теперь загадку, которую я сделала. Что это сорта, они выведены в середине прошлого века. Это я вас подвожу к тому, что для роз и для других прочих растений не должно применяться такая формулировка, что это старый сорт. Мы на него обращать внимание не будем. То, что эти сорта присутствуют до сих пор, как в коллекции и моего родного ботанического сада, так и в коллекциях любителей. И цветут они очень выносливые. То, что они сохранились на протяжении уже скоро и сто лет наступит. Это говорит о том, что вот эти сорта надо приобрести, обратить на них внимание. Ну, а что касается новых сортов, то я думаю, они вас сами найдут. Потому что тут уж, как говорится, вы их в двери, а не в окно. Промышленность наша цветоводческая, садоводческая такова, что всегда, каждый год появляются новые сорта. И заявляются, что вот у них там особенные какие-то признаки. Да, они неплохие, они нехорошие, они просто другие. Конечно, они будут тоже замечательными. Но начните, я считаю, когда вот хочешь заняться какой-то группой роз или других там растений, начни с того, что проверено временем. И оно обязательно тебе вот зовется благодарностью, пышным цветением, будет радовать глаз. Это очень приятно, когда тратишь усилия, деньги и все получается. Поэтому успехов вам, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте там лайки. До свидания, всего хорошего.